Добрый день, дамы и господа, сегодня у нас уже 15 апреля 2020 года, у микрофона Леон Вайнстайн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Я довольно часто разговариваю с друзьями, сидящими в карантине, как в Америке, так и в Израиле, в России, в Украине. Несмотря на не схожесть ситуации, в каждой стране что-то свое, общие проблемы сидения в заперти с семьей просматриваются достаточно четко. Некоторые счастливчики вдруг обнаруживают, что по меткому определению Владимира Вишневского, значит, от их дорогая ненаглядная оказывается еще и собеседник. Другие выясняют, что жена, муж, дети еще и собеседник, причем безостановочный, не имеющий никакого смысла постоянный монолог, да еще и противный по звучанию. Вот, как муха там или как пила. Что делать? Я вообще считаю, что в отношениях многих супругов произойдет серьезные изменения. В некоторых более молодых случаях и семьях появятся лишние незапланированные потомки, а некоторые поймут, что совершили трагическую ошибку и много лет закрывали глаза на факт того, что им совершенно нечего сказать и не хочется слушать с тем, кого мы зовем вторая половина. Но большинство, конечно, ни детей не заведет, ни разведется, но длительный период сидения друг у друга на голове или в печенках, называйте как угодно, и на нервах, да. А след, конечно, оставит довольно глубокий. Хотелось бы его минимизировать, этот след, я имею ввиду, так, что надо искать способы провести этот месяц, может быть, два даже, кстати, вынужденный период жизни в карантине. Без, ну, скажем так, без последующих легких, но обширных инфарктов и выпадений маток. Что же делать? Во-первых, необходимо понять очень практически, что любые действия вызывают равнозначные или, на самом деле, еще большее противодействие. Вот у меня, например, в семье любое мое негативное замечание возвращается ко мне, скажем так, перечислением всех тех преступлений, которые я, по мнению супруги, совершил во время или даже задолго до того, как мы начали нашу совместную жизнь. Ну, стоит ли оно того? Ну, кроме того, давайте подумаем, значит, нам приятно, безопаснее и спокойнее проводить время и общаться, скажем, с обожающей нас домашней кошечкой или в обществе взбесившейся рысей. Вот, решайте сами. Ну, и самое главное, это, кого мы хотя бы теоретически любим и о ком печемся. О супруге, о детях, о родителях, верно? Тогда почему мы именно им портим настроение, орем на них, извиняюсь, так сказать, да, кричим, некоторые кричат, другие орут. Вот, ругаемся с ними, совершенно не сдерживаемся, хлопаем дверьми, там, я не знаю, там, со всеми вытекающими последствиями. Это при том, что если кто-то другой посмеет сделать даже четверть, значит, того, что мы говорим и проделываем, то, скажем, там кровь польется, да, вот. Все наши ссоры идут, на самом деле, по одному и тому же, вот, в этой семье, в этой ячейке заведенному порядку. Значит, один кто-то на что-нибудь обижается, причем совершенно, так сказать, не обязательно, чтобы это было сказано что-то специально, да, просто что-то было сказано или сделано, на что, вот, значит, он и она обиделись. Из-за этого, значит, он и она, обидевшийся, говорит какие-то, так сказать, обидные другому что-то такое слова-выражения. В ответ крик или другой способ выражения, значит, неприятие того, что было сказано. Ну, и пошла эскалация, значит, пока в душе не накапливается горечь от бесцельно прожитых лучших годов, значит, выкинутых под хвост вот с этим врагом, живущим с тобой в одной спальне. А с подонком, там, сволочью или, там, извините, проституткой, в зависимости от того, что приходит на ум. И очень часто мало того, что приходит на ум, это еще и выбрасывается, да. А то еще и похлеще всякие вещи говорим, которые, даже не собирались, вроде, сказать, ничего не имеем в виду. Но так как уже, так сказать, пошел наклет, то оно, значит, поехало, поехало, поехало. А такое бывает, так сказать, в обычной жизни, когда ты заперт в одном пространстве и нет возможности не выйти, там, не уйти, не выбросить, там, лишний пар на работе, там, или, там, не знаю, там, во время вождения машины, там, на кого-то наорать. Никого я почти нету, мало машин ездит, да. Вот это переходит в какую-то очередную войну внутри семьи. Дорогие друзья, ведь если почувствуешь обиду, вы, может быть, не начинаете сразу отвечать, а посчитаете про себя, там, до 35, не до 100. 100, там, очень долго, а 35, как раз, значит, хватает. А потом спросите, ну, не вашим, там, нормально противным голосом, а мягко, да еще, если можно, положив руку на плечо или, там, на бедро, смотря, что, так сказать, что ближе окажется, да. Либо еще лучше обняв, там, подойти и обняв за плечи. А что ты, дорогой или дорогая, имела, имел в виду? И выяснится вдруг, что вообще ничего не имел. А если имел, кстати, то вот от этого ласкового прикосновения уже не имеет. Но если все еще кипяток вынимается, вот, через край, что называется, да, то у меня есть еще один совет, значит, там, ой, ой, там, ой, забыл, там, у меня, там, выключить, там, компьютер, ой, забыл, включить телефон, ой, забыл, там, позвонить, там, кому-то. И, вот, и вместо того, чтобы вступать в эту самую, значит, вот, 10-15 минут где-то там всегда можно найти, протусоваться полчаса, может быть, даже, вот. И вернуться с какой-то интерпретацией, историей, там, и анекдотом, там, например, там, так сказать, а ты знаешь, что, там, так сказать, неважно, важно, неважно, не имеет значения. Просто перевести рельсы, оно уже, как бы, и забылось, да. Вот, и, и оно рассосется в 99% случаев, знаю точно, что не только по своему опыту, а по опыту кучи мудрых людей вокруг меня. Уже в каждой паре должен быть один человек мудрый. Вот тот, кто меня слушает, пожалуйста, будьте мудрыми, не думайте, а, я там извинился сто раз, а он ни разу, и она там ни разу, и не имеет никакого значения. Ну, никакого значения ни для вашего благополучия, ни для спокойствия человека, с которым вам жить. Поэтому лучше, чтобы он тоже был спокоен и счастлив, со счастливым человеком, значительно приятнее жить, чем с несчастным. Потому что, ну, уйти-то, все равно некуда, все закрыты, коронавирус. А вот, скажем, насчет занятия, да, как насчет того, чтобы взять, так сказать, усесться, вот, как я сейчас делаю, перед камерой, и, так сказать, видео, я думаю, что видеокамеры, если всех, если нет, они стоят совершенно шеи, копейки, магазины эти открыты. Пойдите купите, так сказать, вот такую камеру с микрофоном прямо вместе, да, и записывать, ну, скажем, как вы потрясающе делаете какие-то там блюда, которые вы любите делать, и все говорят, что они у вас гениально получают. Вот, покажите, расскажите и прочее, выставите на интернете. Или сделайте политическое обозрение о том, как вы там обожаете, там, скажем, так сказать, я не знаю, там, Джо Байден, например, и за что, да. И тоже ставьте на интернете, на Фейсбуке, где вы там, так сказать, это смотрите, да, рассылайте по своим друзьям с указанием, что это стоит там-то и там-то. Или, или, скажем, просто поделитесь своим опытом в покупке автомобиля и расскажите, как лучше всего покупать автомобиль, потому что эти козлы, которые продавцы, они вам втюхивают это, втюхивают то, как с этим, что называется, бороться, с чем надо соглашаться, с чем не надо соглашаться. Или, или как вы умеете покупать дом, или все, что вы умеете хорошо делать. Хорошее время сейчас усесться, подумать, записать все это, записать, я имею в виду, ручкой, продумать, усесться и наговорить несколько раз и выбрать самый лучший вариант. А может, еще и к открытке быть, картинки показывать, если вы вообще умеете монтировать свой разговор, свое изображение еще с чем-то еще, вообще потрясающе. Дети и внуки научат, если так и вы, и у вас есть. Вот, значит, с моей точки зрения, это занятие, оно ведет вас в круг людей, которые интересуются тем же, чем интересуетесь вы, и на фейсбуке, и на гугле, и на интернете, и на других местах. Можно всегда найти группы, которые интересуются тем же, чем интересуетесь вы. Кто-то гоночными машинами, кто-то красивыми женщинами с длинными ногами, да, вот таких много, кстати, а кто-то, так сказать, мужчинами с торсом, так сказать, да. Я свой торс не пытаюсь показывать, нет, это не тот торс, которым интересуются женщины. Всегда можно найти, погуглите, найдите, выйдите, ставьте туда свое, в разговоры вы их влезаете со своими комментариями, вы поймете, что таких, как вы, много, и что у вас начнется новое какое-то общение. По крайней мере, то время, что вы сейчас сидите в заточении, и потом, конечно, снова, но даже тогда хорошо иметь хобби, хорошо иметь что-то, какую-то группу людей, которая независимо от вашего внутреннего, домашнего распорядка, и которой можно уйти и заняться, так сказать, полчасика тем, что вам действительно нравится. Может, вязание, я не знаю, там, макраме, а вообще не важно чем. Вот я, например, занимаюсь целым рядом вещей, которые меня интересуют, включая то, что я там два раза в неделю, сейчас, так сказать, чаще из-за этого коронавируса, выхожу и рассказываю свои всякие истории, так сказать, о том, как я понимаю политические события, которые происходят. Я занимаюсь еще кучей всяких других вещей, пишу рассказы, там, так сказать, занимаюсь искусством изобразительным и т.д. Вот, но и это занимает такое количество времени, что же при том, что сейчас, вроде, так сказать, 24 часа в сутки сидишь дома, у меня не хватает просто в сутках, минуты не хватает, да, я все время думаю, ой, я не успел это сделать, ой, не успел это сделать, надо успеть, надо пораньше встать, надо там попозже лечь и т.д. Вот, то есть, на самом деле, самое главное, это найти себе какое-то занятие, понять, что оно вам интересно, заниматься им и все время помнить о том, что рядом с вами живут люди, которые самые вам дорогие и самые близкие. И если у вас хорошее настроение, у них хорошее настроение, то любое заточение, ребята, пустяки. На этом все, до свидания.